Доброе утро всем! У нас трактор чистит дорогу. Вот такое у нас сегодня утро. Солнышка нет. Зари красивой восхода нет. Пасмурно. Вчера почти целый день шел снег. Я утром расчищала вот здесь вот около дома и вечером расчищала. Вот смотрите какой высоты снег у нас лежит здесь уже. Так, сейчас померим вот так. Во всю ладонь вот отпечатываю видите и выше еще и еще выше вот такой высоты у нас снег сегодня у меня здесь под навесом половички мои кружочки сохнут. Стираю потихоньку. Надо стирать к Новому году, хотя они не очень грязные, но освежить надо. В другую сторону повернулась идти в сарай. Здесь вот мамины окна, видите свет включен. Я ей уже завтрак дала. Она сидит телевизор смотрит и говорит, почему так поздно расцветать стала. Говорю, потому что зима. По нашему участку часто пробегает соседская кошечка, вы ее иногда видите в моих видео, беленькая Муся, ее зовут Муся, и вот куда-то она бежит туда же куда я иду по тропинке с утра, вот ее следы. Она раньше меня значит пробежалась, хрустит снег, ой какая зима у нас и петух поет, раньше продавались открытки с пейзажами зимними, весенними, в общем и к праздникам какие-то открытки были и мне зимние пейзажи очень нравились, мы же собирали открытки раньше, фантики от конфет собирали, открытки с портретами артистов я собирала, красиво, хоть и пасмурно, но все равно красиво. Иду по следам кошечки соседской, видите куда она меня ведет, может быть она меня ждала, я же каждое утро здесь хожу, может быть она меня ждала, чтобы проводить к сараю. Вот здесь вот яблонька наша растет, надеюсь в этом году, в следующем году, в 23-м на ней будут яблочки, в этом году отдыхала. И под яблоней у нас стоит такая лавочка деревянная, видите, из бревен сделанная, и сколько на ней снега много, видите, о, зимушка, зима у нас какая, везде снег, на деревьях. Когда ведешь телефон быстро, резкость куда-то исчезает. Но я вышла с телефоном, камеру не брала. Я подошла к сараю, смотрите, кто меня встречает в окошко, у них еще свет горит, скоро уже выключится автоматически. И вот гвардия, Петрович с подружками меня встречает. Петрович, разглядывают, разглядывают меня. Обычно я сюда не подхожу, я сразу к дверям подхожу. Вот, они меня увидели, и в окошко все там есть на чем постоять-то им. А что-то не кукарекает. Ну давай, Петрович. Вот молодец, пойду в сарай. Ну вот они, мои красавицы, уже внутри, в сарае. Снега насыпала, он растает. Зерна дала. Петрович мечется туда-сюда. Ладно, пойдем домой. Иду назад по своим собственным следам, протоптанным с утра. Каждый день, выходя из дома, мне почему-то приходит на ум, вспоминается песенка, давным-давно, забытая всеми, наверное. Помните? Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, посмотреть на мир поближе. Вышел с утра, человеку много ль надо. Ну и так далее. Вспоминайте, кто это пел. Помните? Смотрите, какая сосенка наша красивая. Она вся-вся в снегу. Вот мы ждем гирлянды, должны были девятого прислать. Не было, откладывается получение гирлянды. Хотим украсить и эту елочку, и вот этот вот свой навес. На навес идет 10-метровая гирлянда, а сюда не помню какая. По-моему, две даже. Одна цветная, одна в одном цвете. Вот наш забор, который мы с соседями вместе делали. А вот и наши две туйки. Подросли и высокие. А, кстати, я их осенью-то не подстригла. Красивыми не сделала. Ну ладно, весной исправлюсь. А их сейчас снежок принарядила. Они очень красивые. Очень. А это я подошла близко к сосне. Как в сказке. Очень красивая сосенка. У нее не такие длинные иголки. Но все же это сосна. Миша когда-то нам ее маленьким деревцем привез из леса. Вот она у нас растет. Ой, у соседей уже гирлянды на крылечке светятся. Я ее не видела. Красиво. А здесь на входе в дом, тут где ступеньки и наши крылечка. Помните, мы с вами вместе наклеивали пленку с птичками. Вот все лето продержалось, вторая зима пошла, все нормально, все хорошо. Кто-то мне написал тогда, что вы живете по старинке. Какие-то пленки, типа прошлый век. Сейчас уже можно купить жалюзи там и все остальное. Зачем мы будем портить пластиковые окна-то? Смотрите, какие они у нас хорошие, высокие. С расшивкой. Ну, пленку-то всегда можно снять от жалюзи, от крепления, от крепежа. Отверстия останутся. Ну, в общем, нас устраивает и пленка. Мы живем по старинке. Ну, вот я уже в доме, а дома тепло и хорошо. И, смотрите, мы вчера ездили в Тверь и привезли себе работу очередную. Вот, смотрите, вот такие вот панели Слава купил. То ли 2,70, по-моему, высотой они. Это они там завернуты у нас в пленку, потому что снег вчера сыпал. И чтобы они у нас не размокли, не намокли, в пленку их прямо в магазине Мерлене завернули. Так что очередная работа ждет нас. А вот еще один признак того, что мы живем по старинке. Смотрите, я в эти вот вечера сидела и занималась, вязала вот такой вот коврик. Из одной и той же ткани. Потому что эта ткань не совсем хлопок. Она какая-то немножко с добавлением другой нитки. И поэтому что-то из нее сшить будет цепляться за утюгом. Я решила из нее связать коврик. Вот такой вот коврик у меня получился. Но кто-то не хочет такие коврики. Говорят, что это уже давно исчерпало себя. А мне нравится. Даже массаж на них можно делать утром босичком. Я вяжу очень плотно. Поэтому вот эти вот. Сейчас покажу. Вот это вот очень плотно здесь. Прям массаж можно делать. Ну вот и все. Я хочу с вами попрощаться. И напоследок покажу свой цветок. Он уже цветает. Он уже опадает. Цветочки с него опадают. Ну все. Видно, срок пришел ему. Декабрь месяц. Декабрист выдал свое. До новых встреч. Всего вам хорошего, доброго. Хорошей погоды. Отличного настроения. И кто без снега еще, но с морозами. Тому снежка побольше. Будьте все здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok